Тема может быть несколько шокирующая, но она строго оценочная и результаты на будущее рассчитаны. Первые две проблемы. Сразу же оговариваю, что задачу рассматриваем только в классической форме, без учета релятивизма. И предполагается, что для приведения корабля в движение имеются необходимые источники энергии. Изобрели мы уже их достаточная рабочая масса и возможность обеспечить необходимое ускорение. Это исходные данные. Первые две проблемы. В чем они заключаются? Это в энергии движения корабля. Если полет осуществляется между звездами. Это МВ квадрат пополам. Возьмем, если мы скорость света, то это уже будет где-то там 22 степени. И светимость порядка 10-16 степени ватт. Это уже соответствует маленькой-маленькой звездочке. Это первая проблема. И вторая – это выброшенная масса. Вот. Но это предварительно. Теперь, вообще говоря, чтобы двигаться в пространстве, нам всегда будет удобно движение с ускорением равным силы земного тяготения. 10 метров в секунду. Вот я здесь ввел все это в таблицу для ближайших, ну для некоторых объектов. Ну видно, что если мы будем двигаться с ускорением 10 метров в секунду, с «Ж», то до Луны нам надо лететь всего около 4 часов, немножко меньше. До Марса, соответственно, порядка двух суток. До окрестностей Солнечной системы, пояса Оорта, ну что-то 3 месяца. То есть оно вот в пределах Солнечной системы, такой системы, такое ускорение очень удобное и хорошее. Но нижнюю строчку я привел уже ближайшая звезда, полет к ближайшей звезде с ускорением 1G. Это потребует, как видно из таблицы, 4 года. При этом максимальная скорость будет уже, ну, немного больше двойной скорости света. Предусматривается, что ограничений, как я сказал, на релятивизм у нас нет. Полет, значит, 4 года к ближайшей звезде, самой ближней, это и обратно, это уже 8 лет, порядка 10 лет. То есть это вот на одного человека получается, что, ну, 2, максимум 3 полета в год к ближайшей. Если там в радиусе 10 световых лет, то это, значит, уже, ну, 2 полета уже, то есть это как-то нерационально. Поэтому для дальнейших вот рассмотрений я взял такое, ну, очень жесткое ограничение. Полет в течение одного года, в течение, до, это, самого конца. То есть и туда, и обратно мы должны управиться за один год. Состоит он, соответственно, из четырех циклов. Это разгон, торможение, разгон, торможение. Время, когда там отведена на экспедицию, на основные задачи, оно не учитывается просто. В этом случае, как видно, вот, дают расчеты, ускорение, которое будет испытывать корабль, должно быть порядка 64 G. То есть это существенно больше то, что может выйти за человеческий организм. И вот это вот, собственно, третья проблема. Как нам двигаться с большим ускорением? Значит, решение... Ага, вот, давайте, я тут хочу поправить еще вот это... Так, особо... Вот, видите, тут немножко этот экран... Вот так, ну, что-то больше на сферу похоже, да? Значит, решение этой проблемы можно найти вот в чем. Что в любом сферическом гравитирующем теле, в центре, у нас всегда находится невесомость. Определяется, что, ну, все уравновешено, и в центре этой сферы у нас будет гравитация равна нулю. Ну, значит, здесь мы можем использовать принцип эквивалентности, что вот гравитирующая сила гравитации на поверхности тела, она определяется радиусом и массой тела. А ускоряющее ускорение, оно зависит от приложенной силы и обратно пропорциональной массы. Приравнивая эти величины, мы получим, что... Вот, получим вот такое вот уравнение вот здесь. Вот мы можем, учитывая, что время, значит, ускорение, оно будет определяться временем, расстоянием до объекта и обратно пропорционально заданным нами времени. То есть один квартал, вот это вот, будет продолжаться полет. Вот, учитывая еще объем тела, вот это гравитирующее, мы можем выразить плотность этого тела через радиус. Вот здесь у нас 3С, у нас заданная величина, 2Пи понятная, Ж, это значит гравитационно-постоянная, и Т тоже у нас, мы сами себе задаем. И вот таким образом мы, находясь внутри этого тела, можем ускоряться, и зона вот этого вот нулевой гравитации у нас будет перемещаться к поверхности. Таким образом мы можем, значит, осуществлять межзвездные полеты, вот для большого тела с большой гравитацией, может позволить нам выдержать вот это вот, нахождение экипажа в таком объекте. Вот, но здесь вот одна есть вещь, вот немножко позже я покажу, что плотности вот этого тела должны быть соизмеримы с плотностью белых карликов. И здесь может возникнуть проблема с приливными силами, которые действуют на человека. Ну, приливные силы, вот это вот, определение приведено, что это, то есть вас может вот в этом случае, вот когда мы находимся в этой сфере, вас может просто сжимать большой силой. Поэтому, чтобы продолжить дальнейшее исследование, мы накладываем какие-то ограничения на это вот, на наши, на условия. То есть, вот в работе, которая опубликована, я там взял более мягкие условия, то есть там, значит, рост человека 2 метра, я считал, что не больше 1,1 G на него может действовать. Сейчас вот здесь вот я рассмотрел более жесткие условия, то есть человек лежит, полметра он, и на него должно действовать 5 метров в секунду, то есть половина G. Мы учитываем то, что вот в гравитирующей сфере у нас сила G распределено по линейному закону, наружу там по квадратичному, а внутри по линейному. Поэтому мы здесь можем брать и приращение, как линейное, вот отношение, вот, то есть у нас, значит, сила гравитации внутри сферы, G внутренняя, будет равна на поверхности G и делена отношению радиуса, вот текущий радиус к радиусу и к этой сфере. Отсюда и приращение, соответственно, по радиусу будут у нас, вот, вот эта формула здесь, вот эта вот. И в результате мы можем выяснить, какой нам нужен радиус сферы, вот какой минимальный радиус сферы, чтобы обеспечить нам вот этот полет до, на расстояние S. Здесь получается, значит, вот эти вот величины, вот все вот эти вот, становятся постоянными, а S мы задаем, куда нам конкретно лететь. B, получается, величина, она безразмерна и как константа для каждого нашего полета. При этом плотность этой сферы, вот, определяется вот этим вот выражением. Значит, вот мы принимаем вот эти вот вещи, принимаем вот эти значения изменения по радиусу полметра и при этом ускорение допускаем, меняется на 5 метров в секунду. Вот я привел таблицу, значит, привел все эти расчетные данные для разных объектов. Ну, мы можем летать куда, вот, но ближайшим звездам. Ну, я взял опять Проксиму Центавра, потом я беру тысячу световых лет, центр галактики 27, там, 28 тысяч световых лет, туманность Андромеды, миллиард световых лет и границы Вселенной. Это 45, значит, миллиардов световых лет. Берем, вот, если посмотреть первую строчку, то мы сразу, я тут комментарий так немножко писал, здесь светимость у нас, да-да, ну, во-первых, скорость, я уже говорю, уже будет 16 световых нам надо будет развить, радиус вот этой сферы, которую мы должны взять, всего 100 метров, то есть, допустимо, но, вот, масса, которую надо выбросить в результате вот этого вот, ну, то, что вторая проблема, я говорил, выброшенная масса, она уже сравнима, ну, как две планеты Марс. Это, вообще говоря, ну, большая величина, но, если мы переходим к тысяче святых годов, то здесь уже получается, что больше массы всей Вселенной надо выбрасывать. И, таким образом, у нас вот камнем преткновения становится вторая, это самое, вторая проблема, выброшенная масса, и при этом я предполагаю, что вот выброшенная масса, она, скорость ее, скорость истечения, она, ну, не может быть больше световой, потому что я не смог придумать, как выбросить больше световой скорости, может, какие-то предложения будут, конечно. Я предполагал, как, вот, у нас мы берем ускорители, 10, 20 степени ампер перерабатываем массу и разгоняем его до световой скорости, выбрасываем, вот, еще других путей я не знаю. Ну, как видно, значит, это у нас является ограничением, но, тем не менее, вот здесь вот интересная оценка массы корабля, она, вот, например, до центра галактики, эта масса корабля должна быть, вот, чтобы мы вот такую вот приливные силы выдерживали, да, она должна быть около двух масс Юпитера уже, ну, и так далее, до массы, вот, если мы собрались лететь до границ Вселенной, то масса корабля должна быть больше массы галактики, вот, но есть, однако же, выход в этом, вот, в чем все дело. Если мы возьмем вот такую систему, вот, видно здесь, да, то есть, как там избавиться от приливных сил, чтобы мы все-таки могли куда лететь, куда, куда хотим за один год, подчеркиваю. Вот из теории потенциала у нас известно, что вот если мы выражем, вот, при условиях, при ограничивающих условиях, вот, которые я здесь привел, некую полость, вот такую круглую в этой вот большой сфере, то здесь у нас вот будет равномерный потенциал, то есть вот мы вот конкретные точки вот задали здесь какой-то потенциал, и здесь уже приливных сил не будет, ну, с какой-то точностью, конечно, вот при выполнении вот этих условий. И в таком случае мы уже можем брать любую плотность вот этого объекта. В частности, ну, какой нам известный, вот белый карлик, в следующей степени сжатия, это нейтронные звезды. Плотность у них 10,17 килограмм на метр кубик. И теперь вот если мы здесь вот рассчитаем, вот, ну, используя вот эти формулы, подставим сюда вот эти значения, то получим простое выражение, что ускорение, вот, связанное с радиусом вот этой вот, ну, корабля, будем говорить, вот этого вот, да, оно простым соотношением, что вот цель, куда мы нам, расстояние, на которое мы собрались лететь, оно вот этот коэффициент на радиус вот этой сферы. То есть мы можем выбрать вот этот вот радиус. Вот здесь я уже провел следующую, последнюю эту табличку нашу. И там я уже не стал брать вот эти вот полеты там. Здесь рассматриваются сразу же полеты до ближайших галактик, то есть это на 10 миллиардов световых лет, то есть включая Туманность Андромеды. В этом случае, вот обратите внимание, уже теперь у нас радиус этой нейтронной звезды, маленькая, должен быть всего 100 метров. Это уже мы можем, значит, как-то видеться. По-прежнему проблема остается выброшенной массой. И вот даже можно претендовать на полет в течение года до границ Вселенной, но с ускорением, этот вот радиус должен быть 457 километров. Ну, то есть масса корабля, это больше уже в этом случае будет массой звезды. Вот такие у нас, значит, здесь соотношения. Теперь возможное решение второй проблемы. Значит, здесь вот есть два подхода. Либо, ну, вернём, даже сводится к одному подходу, поскольку, вот вы даже слышали, вот это ЕМ-Драй, вот этот вот двигатель, который, как её называют, без выброса массы работает. Подаётся туда вот конический конус, туда подаёт конический этот резонатор, на него подаётся мощность, и он начинает двигаться в сторону большего конца, вот этого, большей площади. Но то, что он там нарушается, что там без выброса массы, это несколько сомнительно. Скорее всего, там происходит участие эфира, вот этого вот, вот какого-то массы эфира, она выбрасывается. И тогда всё более... И вот для этого случая я, значит, прикинул, сколько же это будет происходиться. Значит, вот так. Вот скорость амера, вот свободного теплового движения, она где-то 10-20, скорость звука, 10-23 метров в секунду. Вот если мы вот эту скорость сможем упорядочить, ну, что фактически делается тепловых двигателей, но я беру, так сказать, минимальную оценку, то по этой формуле мы можем посчитать, что нам надо будет выбросить эфиры 10-30 степени. Это уже звезда типа, ну, там, класса К, то есть немножко меньше массы Солнца вот это вот. И вот это, ну, это для случая полёта на край Вселенной. То есть у нас получается, что всё-таки выход есть, но для этого надо разобраться с вот этими вот вот всем эфирными движениями, и тогда, в общем-то, или научиться выбрасывать вот эту массу любую, там, со сверхсветовыми скоростями. Вот два подхода для решения вот этой вот проблемы. Ну, и, значит, выводы какие? Что для полёта вот в таком вот течение года любую интересующую нас точку надо иметь такие звёздные величины, звёздные энергии, звёздные массы и звёздные, значит, эти самые вот всё это. Значит, для полёта нескольких световых лет в пределах достаточно иметь, вот, у нас, ну, до десятка световых лет, достаточно десяток, один, два, три, там иметь плотность белых карликов. Для полёта в любую точку Вселенной уже необходимо иметь нейтронные звёзды, а в промежуточных случаях, значит, какие-то комбинации вот эти будут. Ну, и для решения второй проблемы вот этот двигатель необходимо использовать типа вот этой EM-Drive, в которых, возможно, работает эфир. Ну, вот, в общем-то, да, там всё у меня. Вот это вот, значит, такие вот тут такое решение, такая работа продолжена. Есть какие вопросы? Даже на вопросы у нас есть, там, время там дожилать? Да, к сожалению, на вопросы нет. Ну, в кулуарах, давайте, или хотите. Да нет, ну, там немного время есть ещё до перерыва, или всё? Ну, две минуты, да. Две минуты. А, вот один вопрос. Один вопрос. Берём планетное тело, Земля. Она никакой массы не выбрасывает за пределы своей образцы. Засчёт чего движутся планетные или все космические тела? И движутся они большими скоростями. Ну, это, видите, вот, это у нас, вот, их можно взять, как, ну, так, ну, стахастическую систему, которая, вот, уже всё сложилось. Она, вот, какое-то происходит движение, вот это вот, за счёт, вот, ну, свойств, которые произошли, там, ну, заранее, в древние времена произошли. Вот они сложились, и всё, и сейчас вот это крутится. Вот я так вот считаю. А потом уже, а мы когда хотим сдвинуться с места, тогда мы должны изменить вот это движение, что у них есть. И куда-то там лететь. Примерно так. То есть, вот, есть у нас вот этот порядок, и мы его, как бы, хотим немножко нарушить. Ну, всё, на работу. Давайте.